По данным оперативников, на территории Полевского городского округа за три месяца текущего года наблюдается незначительный рост зарегистрированных преступлений и составляет 7,8%. Таким образом, было совершено 304 преступления, из них раскрыто 174. Раскрываемость по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 30%. К положительной динамике относится и работа полиции в Южной части. Еще на прошлом подведении итогов были поставлены задачи руководителям уголовного розыска, участковых, уполномоченных и других подразделений увеличить раскрываемость в Южной части города. Таким образом, за текущий период было зарегистрировано 90 преступлений, из них 40 было раскрыто. Несмотря на положительную динамику раскрываемости, стоит отметить, что увеличилось и количество приостановленных уголовных дел 161. По категории тяжких и особо тяжких преступлений в текущем году допущено снижение всего, за отчетный период было зарегистрировано таких преступлений 41, 41, в прошлом году было 54. Количество раскрытых преступлений возросло с 27 в прошлом году до 30 в этом году. Рост составил 11,1%. Количество приостановленных уголовных дел составило 16 в этом году, в прошлом году было их 11. Рост 45,5%. Общая раскрываемость по данной линии составляет 65,2%. В прошлом году она была 71,1%. На сегодняшнем заседании также было отмечено, что преступлений на бытовой почве на данный момент не зарегистрировано. На подведение итогов присутствует старший инспектор инспекции штаба Главного управления Министерства внутренних дел России по Свердловской области Сергей Березников. Он обратил внимание на то, что ни одно из двух угонов автотранспорта не было раскрыто. Потребовал исправить эту ситуацию. К числу трудно раскрываемых преступлений по-прежнему относится и мошенничество, которое сегодня очень распространено в электронном виде. Это всевозможные смс с просьбой отправить деньги. Как правило, жертвами подобного рода преступлений становятся пожилые люди. Мы вот так в своем бессимии по мошенничеству распишемся. 64 приостановленных преступления из 161, 64, 45% мошенничества. И они будут только увеличиваться и нарастать, как бы. На сегодняшнем заседании было предложено размещать информацию, предупреждающую о возможном мошенничестве на квитанциях ЖКХ. По мнению сотрудников полиции, это привлечет внимание жителей Полевского. И они будут более бдительны к подобного роду преступлениям. Если же подытожить в целом работу органов внутренних дел по городу Полевскому, то криминогенная ситуация находится под контролем. Общая раскрываемость значительно выросла, но есть определенные направления, в которых нужно усилить работу. Игорь Соколов, Алексей Карипанов. Новости. Твой день.